Добрый день, мои дорогие друзья! Рада приветствовать вас на канале Миления Кулинарные Рецепты! Сейчас я хочу поделиться с вами двумя способами, как можно приготовить тыквенное пюре, и также, как можно его сохранить впрок. Для того, чтобы приготовить пюре, нам нужна тыква. Нужно взять тыкву, почистить её, удалить внутренность и разрезать на кусочки. Приблизительно вот такие, свободные. 2 на 2 или 2 на 3 сантиметра. Так, первый способ. Мы берём кастрюлю с толстым дном. В кастрюлю выливаем 75 грамм воды. Высыпаем сюда половину приготовленной тыквы. 1 килограмм. Ставим кастрюлю на огонь. Доводим до кипения. Вы услышите характерные запахи шипения, потому что у нас тут добавлено немного воды. Плотно закрываем крышку, чтобы не выходили у нас пары. Убираем огонь на минимальный. И готовим ориентировочно 25 минут. Спустя 25 минут мы крышку откроем и ножом попробуем тыкву. Тыква должна быть очень мягкая. Если она будет ещё твердоватая, значит, ещё добавьте 5 минут. Если вы используете обычную кастрюлю с тонким дном, значит, добавьте в тыкву 100 грамм воды. Но крышка к этой кастрюле должна прилегать очень плотно. Проверьте. То есть такая кастрюля нам только необходима, чтобы крышка герметично прилегала к кастрюле. Сейчас отправляемся к плите и начинаем готовить тыкву. Сейчас мы приготовим тыкву вторым способом. Для приготовления этим способом нам нужна форма. Я её сбрызнула немножко растительным маслом, спреем. Вы можете, если у вас спрея нет, на бумажное полотенце. Или капните обычное растительное масло и бумажным полотенцем разотрите его. Высыпаем тыкву в форму. Форму закрываем фольгой. Тыкву отправляем в духовку на 25 минут. Через 25 минут мы попробуем тыкву ножом. Если тыква будет ещё твердоватая, значит добавьте ещё 5-10 минут. Тыква приготовилась. Сейчас нам нужно истолочь её здесь. И оставляем её на столе до полного остывания. Добавлять сюда нам ничего не нужно. Ни соль, ни сахар, ни масло. Ничего. У нас тыква должна быть натуральная такая, какая она есть. Когда мы будем готовить из неё какие-либо блюда, то тогда мы уже будем добавлять специи, будем добавлять сахар, соль по вкусу. А сейчас мы ничего в тыкву не добавляем. Охлаждаем её. Тыква приготовилась. Вот такая она. Посмотрите, сколько у неё влаги. Мы сюда доливали ещё 75 грамм воды. И выделился ещё сок из тыквы под закрытой крышкой. Сейчас мы делаем пюре. После полного остывания тыквенного пюре мы будем его закладывать в морозильную камеру. Раскладываю я обычно в пакетике приблизительно по 300-500 грамм, чтобы потом удобнее было размораживать. 300 грамм обычно идёт на приготовление оладий или кекса. 500 грамм идёт на приготовление каши. Ещё можно сохранить другим способом. Нужно взять стерилизованные банки и крышки. Накладываем пюре в банку и ставим стерилизовать. Стерилизуем ориентировочно 12-15 минут. Закатываем крышку, охлаждаем. Тыквенное пюре, приготовленное таким способом, законсервированное в банку, может храниться даже при комнатной температуре. Отлично! Это тыквенное пюре идёт для детского питания. То есть вы будете знать, что вы приготовили сами, натуральное, никаких добавок здесь нет, чистый, полезный и очень вкусный овощ. На этом я прощаюсь с вами. Было радо, если моё видео оказалось вам полезным. Делитесь со своими друзьями, подписывайтесь на мой канал. Всего доброго и до новых встреч!